Друзья, привет! Сегодня у нас опять дегустационный выпуск. Подогнали нам такое богатство. Ну, на самом деле снаряды сровно. Тарас, привет! Спасибо! Сейчас заценим. Оценим красоту игры. Ну, не пристало сухопутным крысам пить такое морское пойло. Старший помощник. Я готов! А, нет! Карл! Карл? А, вот ты где? Это Карл. Мы готовы. Алсук паёк для дегустационного набора. Есть! 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 Готово! Так, готово. Это не тебе. Ну что, позовем Игорька? Игорёк! Здравствуйте, майн-капитан! Мой адмирал! Ну что там у нас? Посылка! Посылка! Что у нас первое? Ой, наверное, лагерь украинский. Хрен его знает! Сейчас достану. Вайсбир. Пшеничная. Да. Вайсбир. Истинный баларец. Характер мутный, хлебный солодовый. На работе предпочитает бродить сверху. В связях порочащих его замечен не был. Беспощаден к врагам пшеничного пива. Убивает их гвоздичкой. Конечно, клешня у меня, блин, знатная, но все-таки лучшая открывашка. Ну что, понеслась? Да, я с тобой. Я качу до пена, я вам скажу. Пена замечательная. Цвет классный. Мне очень нравится. Прям золотом? Пахнет хорошо. Пшеничкой, да. Такая настоящая пшеничка. Да. Ничего лишнего. Классическая. Только пшеница. Слышно. Хорошо. Хорошо. Сильных таких дрожжей нет. Тухлых дрожжей нет. Все, все очень, очень замечательно. Да, хлебный свежий такой дрожжевой, конечно, есть, но это естественно для пшенички. Хлебный дрожжевой запах. Отличная карбонизация. Карбонизация супер. Такие резкие, резкие бульбашки. Резочку так. Да, 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 да. Резкое такое пощипывание. Классно, классно. Карл? Классно. Мы только начали не трогать. Отличная пшеничка. Очень вкусно. Да. Тарас, зачет. Зачет Тарас. Да. Пшеничка, классная. Баллы. Ты подготовил баллы? Сколько баллов. Надо уже свою школу придумать. Да, да. Штиль, легкий ветер, да. Ну, такой, хороший шторм. Хороший. Хороший шторм. Хороший. Паруса надо прятать. Да. Ну что, следующей дозой нашей программы будет... Опа. Украинское. 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 Справжное украинское пыло. Сробленное на ридному солоде то наикраще хмелях. Характер мне какой-то чудовый. Смакует до сала с цебули. Бажено запылатым горелку. Дрожжи, как лежала бутылка во время посылки, так оно здесь и осталось. Украинское. Цвет неплохой. Соломина золотистый. Да. Да. Такой. Голден эль. Ну, правда, отличается. Отличается, да? Угу. Такой. Хмельевой аромат. Ну, хмель, да, присутствует. Хмель и... Если бы сначала дали понюхать, то сразу сказал бы, наверное, слабая ипа. Слабая ипа, да. Кстати, тут украинские хмели. Заграла и славянка. Ух ты! Да. Это еще украинская? Да. Ну, пахнет очень много ароматно, конечно. Борькенькая такая. Борьенькая. Ну, хмели. Кстати, наши хмели очень даже нормально, да. Хорошо пахнут. Отлично. Отлично даже, можно сказать. И такое солодовое послевкусие идет. Угу. Прикольно. Очень. Прикольно. Все как надо, как у лагера. Да. Виктораж. Что больше ощущаешь? Солод или хмель? Ну, сначала хмелевое идет. Сразу хмелевое. А именно послевкусие идет солодом. Такое. Интересное. Очень интересно, да. Ну, горечь ощущается. Ощущается. Такое даже побольше чем у пивок нара. Ну, да. Чуть-чуть. Чуть-чуть побольше. Домашний пивовар на кастрюльке варит. Как и я, да. Ну, сейчас уже не на кастрюльке я. Хорошие хмели, очень вкусно. Кстати, мне тут прислали фирма Хобштайнер Украина, прислала на пробу хмели, украинский, как раз попробую, никогда с ними не работал. Хобштайнер Украина. Прислали на пробу по 100 грамм, тонко-ароматический заграва идет, клон 18 и славянка. Так что, думаю, наша продукция не хуже. У нас же харьковская зерновая, не американская зерновая, не немецкая зерновая. Будем продвигать свой продукт, свой солод, свои хмели, я думаю, всю жизнь как бы всегда были лучшими в аграрном производстве. Я думаю, хуже, но вот Тарас дал подтверждение, что наши хмели очень-очень хорошие, очень хорошие. Но запах потрясающий. Да, классно. Ну, тут я тюленем зажую. Ну, адмирал, что скажи, какой вердикт? По шкале? По шкале. По шкале? Ну, Шторм? Шторм, да. Шторм, да. Тарас, пока идете только вверх уже. Ровненько, да, ровненько. Хорошие. Хорошие сорта. Да, Карл? Да. Что там нам прислал в следующем адмирал Бен Боу? Раухбир. Раухбир, он же копченый газ. Пиво на копченом солоде. Делается один раз, так как для придания пиву запаха дыма требуется сжечь пивоварню во время варки. Очень-очень редкий сорт пива. Интересно. Копченое пиво. Только читал, Виктор, не пробовал. Не пробовал вообще? Нет, только читал. Ну, я самое первое свое делал там шотландский, немножко копченого, ну, я вообще не почувствовал копченого. То есть, чисто вот именно Раухбир я не делал. Тоже еще не пробовали. Начинаем. Ну, темненькая. Пенка такая кремовая. Красивенькая. Ну, такие штандалы. С виду прям портер. Ну, не портер. Такой барлевайн. Похож. Темно-коричневый. Темно-коричневый, да. Темно-коричневый, не черный. Явно. Не черный. Копчености? Ну, копченостью не чувствую, но запах приятный. Запах приятный. Да правда, что на буке его? Ну, говорят, что на буке, да, лучше всего солод коптить. Ну, запах, да, очень приятно. Или на торфе. Даже так? Да, или на торфе, или на буке. И у тебя торфа много идет оттуда? Да. Ну, надо пробовать. Запах приятный. Я думал, более резкий будет. Ну да, я тоже думал, копченое пиво, как будто продымленное. Ну да. Думал, какой-то такой кислый будет запах. Нет. Ну, запах приятный. Запах приятный. Пиво, пиво, хмель. Чувствуется хмель. Ну, пробуй. Легкие нотки чернослива не дают. Какой, такой сложный букет. Я сразу. Сейчас, сейчас немножко у меня загрузка произойдет. Сложный букет. Интересное пиво. Интересное. Могу пока тебя перебить сказать, что слабая карбонизация и слабая пенка. Вот это приятно, когда, знаешь, бывает сильная карбонизация, но пенка как бы слабая. Вот это глупо, получается, надо. А здесь и как бы и пенка слабая, но в то же время карбонизация слабенькая. Ну, нет, но она, в принципе, ну, как бы в норме. Не, я жарю в норме. В том-то я жарю, что очень приятно. Ну, приятное пиво, да, хмелевое. Хмелевое. Такое карамельное вкус, карамельное чувствуется. От амбера такого, да. Но дыма все равно резкого не ощущаю. Вот нету, не ощущается резкого дыма, никакого, да и не резкого тоже, честно сказать. Ну, дымных ноток не скажу, что дымные нотки были. Не знаю. Извиняйте, ни с чем не могу сравнить. Первый раз пробую Раухгир. Нет, пиво приятное, карамельное, умеренная горечь. Это все умеренное, в принципе. Да, все умеренное. Пиво вкусное, умеренная горечь, умеренный аромат, очень приятный карамельный вкус. Коллега, а что вы про тело скажете? Как вообще на языке? Тело плотное. Да? Плотное тело, да. Вот я тоже так. Плотное. Такое, как густое такое, густенькое. Приятно пьется. Не залпом. Посидеть, посмаковать. Интересно. Понюхать. Понюхать, выпить пару глотков. Посмаковать. Интересное пиво. Думаю, под мясо оно вообще хорошо зайдет, да? Да, мне кажется, под барбекю прям то, что надо. Да, под мясо вообще. Прям то, что надо. Первое дело. Вот такой шашлычок, барбекю. Очень даже такое, да. Собрать такую компанию и с таким пивом встретить с днём рождения очень даже хорошо. Да. Знаешь, даже под колбаску неплохо. Ну, она же копчененькая. Копчененькая, да. Валер. Нет, только с мясом. С мясом. Да. Сыда же. Сыда. Неинтересно. Не относится к этому. Отлично. Так. Очень вкусно. Шторм. 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 Ровненько идет. Хорошо. Так что? Вы должны это попробовать еще вкусно. Да. Наверное, все таки сделаю. Разбит. Понравился. Хотя, явных дымных нот и копчения не слышит. Да. Насколько я начитал, там прям все перебивает. Да. Ну, под копченое мясо, под жареное мясо. Первое дело. Да. Послушайте, адмирал. А не засиделись ли вы? Может еще раз в трюм сходим? Не проблема. Стаут. Стаут. Он же Черный Денди. Гордое дитя от туманного Альбиона. Начинал в портовых тавернах под именем «Жженная пойма». Но со временем выбился в высший свет. В чем ему и поспособствовал старый хрыч Гиннес. Ух ты. Стаут. Стаут. Ну, тут. Тут ведь как? Стаут. Стаут. Я очень уважаю. Попробуем черное пойло. Стаут. 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 Ну что, коллега. Да-да. Пенка небольшая. Многие кричат, что стауты должны быть такими. Да. Кстати, у Стаутов говорят, что пены у некоторых вообще нет. Да. А тут есть. Есть пенка. Быстро проходит. Цвет не чисто черный. Не смола. Нет. Не чисто черный. Скорее кофейный. Ну, такая желтая даже, да? Да. Она настоящий профессионал. Чуть темнее получается, чем Раух Бир, да? Да. Чуть темнее. Да. Запах чем-то даже похож на Раух Бир. Да. Да. Чем-то похож, но с кофейными нотками. Да. Даже с жареными бобами больше. С бобами. Хорошо не с фасолью. Ну, да. Ну, такой с кофейным ароматом. Да. Хмель. Чувствуется хмель и жареный кофе. Ну, хмель ярче. Хмель ярче, да. И проступает жареный кофе. Интересный запах. Интересный. Такого жженого сильно нету. Нет, жженого сильно нету. Мы сейчас на вкус попробуем. Приятненько. Легкий. Легкий. Легкий, да. Не крепкий. То есть, не имбергкий в таус. Там такой, чтобы бах! Горячо пошло. Такой плитой раскаленной вниз. Горячий. Горячий. Нет. Очень хороший такой. Да? Ну, и не Винос. Винос вообще, это как водичка идет. А этот все-таки, да, Карл, да. Этот все-таки такой более чувствительный, с более плотным телом. И... Кофейная гуще, скажем так. Да. И вкус более насыщенный. Да. Такая слабенькая-слабенькая кофейная гуще. Такая. Кофейман тут меня понимает. Да. Горчинка такая, не доминирующая. Мягкая горечь, которая расплывается и сразу пропадает. Слабая карбонизация, плавно переходит так аккуратненько с язычка, да? Угу. Ну, и отлично. Отлично. Насколько я не люблю тоже черные сорта. Ну, люблю. Люблю. Вот такое, да, с удовольствием. Да? Да. Нормально. Горечка. Я же тебе говорю, горечь, она не резкая. Вот резкую горечь я не люблю. А я про в конце ее не вижу. Растворяется ее не слышно, да? Не, я все наслышал вкусненько. В вкусненько. Она расходится. Горечь, 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 там пах и пропадает. Угу. Вот. Вот это правильная горечь. Вот он стал. Да, правильная горечь. Но плотненько, да? Плотненький. Да. Хотя не сильно алкоголистый. Да. Но вкус насыщенный, плотненько. Очень интересный. Интересный сорт. Нормально. Тоже под мясо. Я думаю. Вот тюлень. Тюлень. Тюлень тут хорошо пойдет, да. Но только не тюмень, а тюлень. Да, под мясо замечательно. Шкала. Тарас радует. Стабильностью. Шкала, как всегда, штормовое предупреждение. Харьковский климатический центр очень поддерживает. Да. Да, да, да. Хорошее пиво варишь, молодец. Очень, да. Молодец. Да. Без, не подумайте, никакой там рекламы, проплаты. Просто человек прислал свое пиво на дегустацию. Если не нравится, я так и скажу, что не нравится. Да, мы будем честны в этом плане. Да. Ну, да. А тут приятно пьется, хорошо. Готов. Юнга. Адмирал, ты же знаешь, я прошел всю школу. И па. И па. Американ и па. IPA. Она же и пашка. Она же индийская бледная горечь. Очень горькое, ароматное пиво. Характер скверный. Американский. Хорошо подходит к стейку с кровью. Легко втирается в доверие. Ну что? Даже интересно. Ты любитель и пиво. Да, да, да. Ну сейчас, сейчас посмотрим, что это. Цвет красивый. Цвет красивый. Такой. Да. Да. Янтарный. Янтарный цвет. Пенка у тебя нету, а у меня есть. Это да. А у меня и есть пенка. У-у-у-у, понеслась. Вот она. Вот она. Вот она. Такое, чувствуешь, как будто идешь по хвойному лесу, да, а кругом цветы, цветы луговые растут На полях, полях Запах просто, конечно Ну, классный запах, нет, запах Согрывает голову просто Я запах готов мухать Пить страшно Сколько мы с тобой не прошли, да? Пить страшно Мухать, конечно, прекрасно Запах, конечно Ароматика, парфюмы просто, хмелевые Ну и даже не могу, да? Букет такой Потрясающий, конечно Хвойный, елка, какие-то тропические фрукты, ананасы, маракуйя От слова экзотика Цветы какие-то, да, такие вот ромашки, розы Такого намешано, что приятно, просто приятно нюхать Да Наверное, надо ИПУ заказывать, да, отдельно в бокальчик, чтобы ты пиво пьешь, закусываешь Да, ИПУ занюхиваешь Ну, попробуй, там Хуууу Ну, не горькая, да? Абсолютно горькая горькая зараза пахнет лучше чем на вкус но очень многим нравится я знаю что люди просят и пулу и очень многим нравится что как любит киев и поезд да да рецепторы не так не такие чувствительные например и но таких друзей вот такая вот горечь и резкость она дает прекрасную картину у человека у которого вкусовый центр немножко более ослабленно чем ну скажем так да пахнет класс конечно раз вы не обижайтесь всегда нет но и по здесь и по да это нормально и по классная цвет классный по канонам да вкус и и и и и панутый запах замечательный что еще все-все многие говорят что солода не чувствуется как ну пианой не должно чувствоваться чисто хмелевой и кофель чисто хмелевой то что наш солод как бы помогает больше хмелю во всем полноте но в таком количестве хмеля солоду не пробиться никак на то есть американские сорта они же как делаются они делаются в основном на одной там максимум двух паузах максимальная выкачка оттуда мальтозы сбраживаемых сахаров и просто убойная доза хмеля разного много хорошего хорошего да вот и все и вот она и по нюхай да и балдеть как как девицы пик сюда звучит нюха и балдеть класс да конечно и по обалденно да а солодова тут при всем желании ты его не распробуешь никак солод нюхаешь хмель пьешь хмель послевкусия хмель да очень вкусно да но ты у нас больше по горьким ароматным сортам да так что твоя оценка очень очень вкусная и по на высоте просто цвет запах вкус как насчет алкоголя как чувствуется ну чувствуется крепенькая крепенькая как бы и плотная такая что не 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 вода горечь горечь вот тут кальмара я думаю нормально пойдут они сладенькие не очень вкусно очень вкусно очень ароматно ну и по в том году 2017 мне кажется просто самый главный напиток крафтовиков не знаю как будет в этом году каждый крафтерик должен был сделать и по обязательно может и мы когда-то сделаем не буду зарекаться но ты специалист по другим да пока пока планирую делать пшеничные сорта сделаем линейку пшеничного пива разного такой обычный вайсбир карамельный хефи вайтсен все что все что боки боки все тебя ждут зима говорят холодно ну бок а бок делаем на основе хугардена на основе хугардена вайтсенбок даже так да интересное пивко я думаю получится но все такие хлебные сорта ну так что а дальше дальше видно будет так что ну американский удивил своим ароматом со всем уважением это твое горит сука нереально вкусно сейчас надо давай поедем а то сейчас такое надо заедать конечно горит плосо мне не нравится как молчит Карл я так скажу Карл? ага а что-то он он явно что-то задумал Карл посмотрите эти глаза ха-ха-ха я посмотрел бы на тебя если бы рядом пили и тебе не давали бы пиво ха-ха-ха стал пипу да? да ха-ха-ха так а если мы сделаем бутерброд буржуйский без хлеба без хлеба мясо тюленя сыр ха-ха-ха и канина и канина ха-ха-ха 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 ху-ха-ха ху-ха-ха ну что трюмы пустеют пустеют наши трюмы надо снова на ямайку затариваться блин у нас осталась последняя бутылка и что же у нас дубель отзывается на кличку бельгийский крепыш в юности был послушником ордена тропистов но уже давно вырвался из-под их контроля характер солодовый фруктовый любит незаметно и мягко глушать собеседника до полного аута бельгийская боевая монашеская ну что прямо меня пугает вот эта цифра 7 и 9 7 и 9 ни хрена себе начальная 20 процентов мощно конечно но говоришь слабенькая вроде по цифре больше похоже на трипель такой не дубеля два с половиной дубель юнга готов ну с вами так по-другому нельзя хорош за тот цвет классный ну пока все красиво цвет замечательный до темный янтарный такой классный есть до слабостью такой сухофруктами изюм шоколад сладкий изюм да шоколад такой какой-то какие-то фрукты такие идут класс запах обалденный обалденный запах сладковат 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 ну мощный мощный вася вроде так выклылся к сломену а потом бух да так чувствуется что спирт есть прям горячо пошло вниз до мощный конечно тело мощная такой сладковатая такой привкус интересный да и очень вкусненькая как мармеладки какие-то сладости пивные мармеладки такие пивные сладости очень коварная очень приятно пьется очень сладенько очень легенько но всем сколько 7,9 7,9 но очень коварно запах запах классный запах классный вот тут вот тут что мне больше всего нравится сбалансировано конечно и запах и вкус цвет нам но ты любишь карбонизацию больше чтоб больше раскрылись да да я люблю в этих сортах все таки побольше карбонизацию чтобы она такая да карбонизация больше все таки помогает мне раскрыть все вкусовые это единственное конечно просто ну такой мощный напиток конечно мне кажется карбонизация вообще бы добавилось сюда вообще еще больше гамму вкусовых просто цветов не ну очень вкусно очень вкусно запах замечательный очень такой как в кондитерской лавке да 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 очень хорошо так вроде вот именно коварно потому что пьешь и вроде не понимаешь так ну вот это даже я не знаю под сыр наверное да хорошо пойдет ну да мясо тут не пойдет ладно да мясо не очень хочется а вот сыр сладенький вкус сыр хорошо пойдет да 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 всё так что так странно я gemido кходе марицу но что там такого нового кота мы хотим по школе наверное ураг на рынке нится Да, ты любишь, любили Трипели, это я знаю. Тарас, вы первый, который от начала до конца просто порадовали. Отлично, отлично. Адмирал Бен Боу знает цену хорошему пью. Это точно. Даже старый бродяга пью зайдет в эту таверну. Так что, спасибо большое, Тарас. Порадовал. Очень вкусно. Вкусненькие сорта пива. Хорошо сделаны, без всяких нарушений. Невкусностей. Пренебрежений, даже скажем так. Да. Сделано хорошо, с любовью. Вкусненько, ароматненько. Так что, желаю удачного процветания, расширения. Хорошо получается у тебя это дело. Так что, не бросай. Радуй друзей. Ну и всех людей. Это точно. Ну все. А мы будем прощаться. Всего хорошего. Делайте хорошее пиво. Наслаждайтесь. Все будет отлично. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...